Я подойду к этой теме, мессианско-еврейской теологии, с пророческой точки зрения. Потому что это то призвание, то дар и то страсть, которую Бог дал в мое сердце. Поэтому мой подход такой, как меня муж научил, в большинстве случаев это не буквально интерпретация Писания, но пророческое применение. Даже многие авторы Нового Завета использовали принципы пророческого применения Писания. Поэтому я начну. Одна из моих любимых молитв из Писания – это Господня молитва «Отче наш». Там молитва, которую Ишуа учил своих учеников. Уверена, вы все знаете, часто молились ей. «Отче нас, Наш Сущий на небесах, Досвятится имя Твое. Будет воля Твоя на земле, как на небе. Придет Царствие Твое». Это как вопль моего сердца, потому что я осознаю, что жизнь лучше в Царстве. И если ваши семьи были разрушены, или же многие выросли под таким угнетением от правительства, также прошли какие-то другие трудные ситуации, то внутри вас возникает такой вопль вы же желаете порядка, покоя, мира. Поэтому вы вызываете в своем сердце, Господь, пускай придет Твое Царство, пускай будет Твоя воля. Потому что когда вы представляете Царство, то мы думаем о невидимом мире. Царство, которое уже пришло, но все же еще придет в полноте. Есть ли печаль в Царстве, если там болезнь в Царстве Божией? Есть ли в Царстве Божьем развод? Есть ли ненависть? Поэтому если вы возьмете листок бумаги, иногда это делаю на классе. И с одной стороны напишу Царство Божье, и с другой стороны Царство Сатаны. И записываю все то, что есть в Царстве Божьем, с одной стороны. А с другой стороны все противоположности, все, что есть в Царстве Тьмы. Иногда нам нужно записывать что-то на бумагу в очень простой форме, словами простыми. Так, чтобы понять, что все наши действия либо они содействуют Царству Божьему, либо Царство Сатаны, Царство Тьмы. И мы не думаем с такой точки зрения. Но Бог Авраама Исаака Иакова, тот, который говорил к Моисею, с Моисеем лицом к лицу, и учил израильтян, «Изберите жизнь или смерть». Послушание или непослушание. Поэтому послушание приводит к жизни, устанавливает Царство Божье. непослушание содействует Царству Сатаны, тьмы, неприятностям, смерти, печали, разводам, разделениям, разрушениям, пристрастиям, зависимости и всевозможным извращениям. Поэтому вы думаете, ну кто же тогда выберет смерть? «Разве не предпочтительно выбрать жизнь?» Кто из вас предпочел жизнь? Я надеюсь, что каждый здесь предпочел жизнь. Поэтому кто в здравом уме выберет смерть? «Все мы». Иногда мы выбираем смерть из-за непослушания, так как нас обманули. И мы думаем, ну то, что я сделаю, ни на кого не повлияет. И что я могу сказать по этому поводу? Что значит быть евреем? Что значит быть привитым? Это понимание того, что наши действия влияют на мир. Можете задуматься об этом на секунду. Адам и Ева. Какова была жизнь до падения? Когда животные друг друга не поедали. И когда все, ничто не подвергалось уничтожению, распаду, гниению, смерти. Не было ненависти. Они даже не пользуются одеждой. Это смешно. Смотрите, как маленькие дети бегают без одежды. Когда наши дети были маленькие, им это нравилось, бегать везде без одежды. После бани, после душа. Потом пытаешься поймать их, одеть их. Они говорят «нет». Поэтому что-то внутри нас хочет снова возвратиться к Эдемскому саду. И Бог сказал «не кушайте от дерева познания добра и зла». Потому что в тот день, когда вы вкусите, вы умрете. И что сатана сказал Еве? «Ты не умрешь». То же самое обманность в наше время. Если вы сделаете это, вы не умрете. Какая разница? То, что ты сделаешь, ни на что не повлияет. Просто для твоей же пользы будет. Ты будешь как Бог. Принимай свои решения. Как же ты узнаешь, если ты не попытаешься? И что произошло? Я говорю об одном. Что только одно непослушание принесло смерть в мир. Это изменило ДНК каждого живого существа. Поэтому животные едят животных. Везде смерть и разрушение. Однажды, когда я учила своего маленького ребенка, самого младшего, я попросила его, чтобы записать вместе, составить такой список. Если бы Адам и Ева не совершили, то чего бы не было. Что было там? Не было бы звонков на дверях. Не было бы одежды. Не было бы автомобилей. Не было бы автомобилей. Потому что все вещи могут рвать. Нет машин. Что бы они рвать? И все изменилось только из-за одного непослушания. Поступка такого. И все равно в человеке было так много Божьей силы. Так что в физическом смысле он не умер. Сколько он жил там, 900 чем-то лет. Представьте себе, сколько много жизней у вас, что процесс старения настолько был замедлен. Не знаю, хотела бы я так долго жить. В этом земном теле. И то, что произошло, когда они вкусили, они умерли. Что значит вообще это настоящая смерть? Если кто-то из вас когда-то терял любимых людей, 10 лет назад мы потеряли ребенка в пожаре, был пожар дома. Либо когда вы развелись с кем-то, либо вы были ребенком, в той семье, где был развод. Или когда вас предали, и отношения были разрушены. Что такое смерть? Разделение. Разрушена интимность. Разрушенное общение. Поэтому в тот день, когда Адам и Евы согрешили, хотя буквально в смысле они не умерли, произошла смерть интимности. Близости. Смерть. Разрушенное общение. Поскольку была такая близость между видимым и невидимым миром. Так что мы знаем, Бог ходил в саду. Для нас даже очень трудно представить такую близость. Поскольку нам говорится, верьте в того, кого вы не видите. Творец, который создал нас. В принципе, только несколько человек слышали такой голос Бога. И, допустим, и когда верующие в наши дни получают какие-то указания того, кого они не видят, не слышат, не чувствуют, не осязают. И мы думаем, было бы намного легче, если мы жили во времена Ишуа, когда Он ходил по земле. Тогда мы говорили с тем, кого мы видим глазами. Касаемся руками. Мы можем слышать. И что произошло? Произошел большой разрыв в этих отношениях после грехопадения. И они были отрезаны от Божьей жизни в своей душе. И Писание – это старт восстановления того, что было собрано. Возврат к тому месту, единство, когда были одно. И знаете ли вы, что это значит быть одним? Расскажу вам одну неспешную историю об одном из моих внуков. Моя внучка, ей пять лет сейчас. Возможно, когда я была два с половиной. И не так часто мы видим их, поскольку мы путешествуем, живем в Израиле. Поэтому, когда мы их видим, они такие довольные. И когда она этот раз меня увидела, она меня просто обнимала. И говорит, я так рада видеть тебя. Я так рада, что ты приехала ко мне в гости. я так рада тебя видеть, я тебя так сильно люблю. И я очень крепко поджимаю. Я так сильно люблю, что могу тебя съесть. И знаете, что она сказала? Такое у нее выражение лица. мы не кушаем людей, мы кушаем еду. Потом я объяснила ей, что я хотела в своем сердце. Что я хотела быть так рядом с ней. так, чтобы она была внутри меня. И я была внутри нее. Я хотела знать, что она думает. И думать так, как она думает. Чувствовать, что она чувствует. Знать, когда ей больно. Знать, когда она счастливая. Это близость. Я хотела быть очень близкой к ней. Когда мне не придется никогда говорить до свидания. Прощай, и чтобы она ехала, была всегда со мной вместе рядом. И настолько, насколько я близка с моим мужем. У нас такое чудесное, близкое общение, дружба и любовь. Но это недостаточно близко. Иногда я смотрю на своего мужа. И думаю, хотела бы понять, о чем он думает. И я не понимаю, как у него получаются все эти глупые шутки. И хочу его лучше понять. И я могу немножко разочароваться. Потому что это недостаточно близко. Я хочу быть в нем, и чтобы он был во мне. Поэтому я знаю то время, когда он печален. Когда что-то беспокоит его, и он думает об этом. Поэтому я верю, что Бог хочет восстановить близость и надежда всех пророков, которые говорили о том, что Бог дает Дух Святой, который поселится внутри нас. И вот этот утешитель, Дух Святой, Дух Божий, который знает каждую нашу мысль, знает, когда мы печальны, когда мы счастливы. настоящий друг, настоящий утешитель. И почему я это поднимаю? Потому что одна из пророческих целей еврейского народа это принести небеса на землю. Сделать так, чтобы невидимое стало видимым. И в церковь, в которой я выросла, их образ мысли был другим. Так что я хочу убежать из земли. Земля плохая. Все небесное, в принципе. Никто не переживает о том, что происходит на земле. Быстрее бы отсюда уграть. И не в этом намерение было Бога. Он поместил Адама и Ева в саду, чтобы те работали в нем. В соответствии с тем образцом, который существовал на небесах. Чтобы они были сопартнерами с Богом. И чтобы они красоту навели в саду. И чтобы навели Божий порядок. И замечательная истина в том, что тогда не было никакого сопротивления. Не было никаких садняков. И что почва была хорошая. Было легко насаждать, и так, что все росло без проблем. То, когда в наше время большое сопротивление. Когда вы художник, либо вы художник, либо вы какой-то творец, скульптор, либо вы занимаетесь лепкой. И знаете ли, как трудно взять видение, которое в вашем сердце. И поместить это на бумаге, либо вылепить из глины, чтобы другие смогли увидеть это. Поэтому можете еврейский народ рассматривать как художников. Творческий народ. И пример этому Моисей. Моисей когда Моисей взошел на гору, разговаривал с Богом в течение сорока дней, лицом к лицу был так близок с Ним. И он принял видение. Ее было видение в скинии. И так много деталей было дано ему. Все подробности о широте, о длине, о долготе. Каким образом нужно каждой принадлежности сделать в скинии. И так же дали ему состав вообще благовоний. Так множество подробностей. И представьте, и подумайте, почему Бог избрал Моисея. Поскольку Бог хотел избрать очень смиренного человека. И когда вы думаете о творческом процессе, кто-то приходит и говорит художнику, я хочу, чтобы нарисовал такую картину. И если тот человек все говорит, все подробности, все детали передает второму, то скажет ли художник, ну, слушай, я не буду это делать. Я сделаю по-своему. Потому что я знаю, что красиво. Поэтому я сделаю так, как будет красиво по моему мнению. Поэтому Моисею были даны все детали в точности. И как в книге Евреям сказано, Моисей был научен, как сделать скинию, и он следовал тем указаниям точности в соответствии с тем образом, который он видел на небесах. Ни одной подробности он не мог изменить. Допустим, в готовке пищи, мне нравится изменять рецепты, что-то добавлять. Я хочу что-то свое внести. Когда говорят, там, одна чашка муки, я хочу, я хочу, там, одна чашка муки плюс одна восьмая, либо наоборот, чуть-чуть меньше. Кто-то спрашивает мне, как ты приготовила давний рецепт? Я говорю, ну столько этого, немножко этого, и чуть-чуть того добавить. Но Моисей, он должен был рецепт уследовать. Точности. Я не настолько смиренна. Иногда я совершаю ошибки, потому что я рецепту не следую. Я думаю, дважды в моей жизни. What was the first time? Просто я хочу донести всю суть того, что Бог хочет донести. Потому что есть сила в послушании. И я хочу этот образ до вас донести. Если что-то одно вы только запомните из моего класса, так это сила послушания, чтобы небесная реальность освобождалась на земле. Я хочу двух волонтеров сюда. Кто не против, немножко поглупить. быть немножко глупым. Два человека. Okay, good. I was looking at you, and I thought you'd be a good one. Я одна тебя смотрела, думаю, все хорошо получится. Еще одного мужчину сюда, пожалуйста. Oh, this one. Okay, you're going to come. All right, good. Now, are you all good Bible students? So you remember the story of how Moses set up the tabernacle? Поэтому вы все хорошие студенты, вообще хорошо учитесь, поэтому вы все помните историю о том, как Моисестры в Улоскине. Есть ли здесь кто-то, кто не знает этой истории? Потому что там нужны в Улосе, там также детали есть об священниках. Поэтому функции священников также отличались. И только первый священник мог входить в Святое Святых на Йом-Ки-Пур. Поэтому священники также должны были следовать определенной модели, образцу. И помните историю, что происходило, когда люди не следовали закону, закону о Скине. И прежде чем они входили в Скине, священникам были даны указания омываться водой в специальных тазах. И он сказал, если вы не делаете это, то вы умрете. Поэтому в воде была сила? Либо в послушании или непослушании? В чем сила? В Скине сила? В Ковчеге сила? Либо сила в волосах Самсона? Или это послушание по вере? Поэтому, кто из вас хочет быть Моисеем? Я тебя сделаю Моисеем. Ты сейчас на горе. И ты в присутствии Бога. И это будет прекрасно? Хорошо. И ты представляешь Табернаху или Томпу в небе. И ты... Пусть две руки поднимите. Хорошо. Теперь ты должен стоять там. Хорошо. И он имеет небесные видения. Он смотрит на небесные и ты видишь вот эту скинью. И ты говоришь, вау! Это невероятно. Это славно. А теперь Бог говорит спускайся с горы и сделай такую же скинью. Потому спускайся с горы. Ты подними руки. Теперь ты нанимаешь на работу художников. Ты даешь им инструкции, инструкции, материал. Ты сделай это именно так. Ху, ты? О, я такая довольная, такая радостная. Просто не могу ждать. А теперь ты скинья. Моисей... И что происходит? Моисей сделал именно так же, как Бог показал ему. Посмотрите сюда. Посмотрите сюда. Такие же самые. Что произошло после этого? Слава. 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 И священники упали. Уууу! И вот идет Давид. И в его сердце находится желание построить дом Богу. Если вы пойдете в эту congregацию, они должны поставить его и поставить его каждую неделю. Все музыкальные инструменты. Если вы... Табернакл, я имею. Табернакл. Да, с Вау и Татяна. Вы знаете, на саду, когда вы идете на службе, они установят музыкальные инструменты, поставят его каждую неделю. Если взять, допустим, скинью, то собираешься, разбираешься, собираешься, разбираешься. Если взять сообщину, постоянно собираете музыкальные инструменты, пакуете, распакуете, пакуете, распакуете. Поэтому скинью, собираете, разбираете, собираете, разбираете. Идите туда, идите сюда. И Давид думает, нужно постоянное место. Поэтому в его сердце было желание построить постоянное место. И Бог говорит, нет, потому что ты человек войны, но хорошая идея, пускай сын твой строит. И интересно, что там написано, Бог дал своей рукой тот модель, образец, по которому построил храм. Так же, как Бог дал Моисею образец своей рукой. Поэтому Давид передал образец Соломону. Теперь почувствуйте, что идет дальше, что происходит дальше. Вот храм, храм. Теперь храм. Много лет. Много лет для жительства храма надо. Много лет. И затем жертвоприношения. Теперь, что происходит, когда смотрите туда? То же самое. Что происходит в это время? Слава. И затем ты служишься, ты не можешь это делать. Хорошо? Это означает, что так много славы, так много сил. Понимаете? Что происходит, когда мы слушаемся? Глори. Глори. И что эти обетования для Израиля не для одного человека были, но для общества. Есть определенный уровень славы, в который может войти только один человек. Но когда общество целое, город, народ, что Бог сказал Моисею во вторзаконе, что Моисей записал? Каков народ есть еще, который настолько велик был, и которому даны этот закон и эти указания, и что присутствие Господне. И видите, паттерн of what? И цель того, что они приняли закон, это потом последующий стиль жизни, в которой они жили. Так говорится, мы храм, мы скиния, поэтому, когда у нас такие близкие отношения с Богом, как у Моисея, и мы видим невидимое, то слово становится плотью в нас. Поэтому поднимается, как бы, вверх храм, и когда собирается община, каждая из которых является живым камнем, отражает настоящий храм, который есть Ишуа, что происходит. И представьте себе, когда говорится об еще одном храме, восстановленном храме, в Езекииле. Мы не знаем, буквально или пророчески это. И там говорится, будь осторожен, будь внимательна, чтобы описать этот храм. То, что я делаю, я описываю что-то очень славное, что-то, что произойдет, когда мы все будем жить в жизни послушания. Поскольку Бог хочет наполнить этот храм славой. Он хочет, чтобы реки воды живой текли из нас, для того, чтобы благословлять народы. Смотрите, вот это, помните, когда он сказал, что настоящая смерть – это разделение. Поэтому, когда большинство еврейских лидеров времена Ишуа и после отвергли его, произошло разделение. Шизм, перемена. И как бы язычники смогли бы привиться к этой полноте, если еврейский народ как бы ходит из страны в сторону без какого-то якоря. Потому, когда еврейский народ возвращается к вере, и Бог Авраама Исаака и Якова возвращается к вере в Мессию Ишуа, и они снова принимают это небесное видение. И затем они это загружают, как в компьютере загружают это видение на компьютер, этот образец. Поэтому церковь тогда как бы не сможет принять этот образец, если формула изменилась на протяжении многих лет, нужно, чтобы возвратиться обратно, возвратиться в прошлое, соединяясь с Израилем, с мессианскими евреями, в то время, как они соединяются с Богом. И как вы помните, Давид передал этот образец Соломону. И церковь не сможет дать спасение миру без мессианского еврея. И мессианский еврей не сможет дать спасение миру без церкви из всех народов. Все это часть этого рецепта. И когда это все вместе соединяется, почему сказано, что когда еврей придет к полноте, что это означает? Когда они подойдут, примут этот образец, небесный образец. И тогда верующие из других народов видят этот образец, поскольку мы земная реальность, отражение небесного. и скажут, что жизнь лучше среди того народа, который следует за Богом, следует за Его законом. Среди нету больных, нету разводов среди них. И есть достаточно еды для каждого, одежды, домов, все, что необходимо, поскольку они следуют образцу, который должен был быть свидетельством для народов. Аминь? Аминь. И если мы правильно понимаем это, поэтому я хотел бы подвести итог этой первой половины. Еврейский народ избран Богом, чтобы стать в преломе, чтобы ухватиться за жизнь Божью, за небесное видение и соединить это с земным, поскольку они должны влиять на общество, влиять на землю, изменять, преобразовывать и в вере, и в послушании. Не нужно много силы, чтобы взять оружие, и всех перестрелять. Или чтобы нажать кнопку, и все взорвется. Это все непослушание, символ непослушания. И каждый из нас здесь может это убивать и уничтожать. Но что бы я сказала вам? Ну, пускай мертвые воскреснут. Оживи. Оживи мертвых. Кто бы из вас сделал это? Что требует больше силы? Убить, либо оживить. И тогда вы поймете силу совершенного послушания либо поступка такого послушания совершенного человека, Бога-человека Ишуа, который принес жизнь, дал жизнь из мертвых. и сильный. Сильно, поскольку он идеально жил в соответствии с небесным образцом. Поэтому говорится, когда вы видите его, Ишуа, когда вы видите Отца, он был словом, стал плотью. И когда есть такая схожесть, то приходит сила, слава. И поэтому, когда он говорил Слово, то воскресали мертвые. Воскресали мертвые. Аминь.